Авиационная техника, целый класс автомобилей полного привода, корма для сельскохозяйственных животных. Всё это родом из Ульяновской области. Регион лидирует по показателям промышленного производства в Приволжье. Свой профессиональный праздник директора предприятий, слесари, главный бухгалтера, с словом, все представители отрасли встретили в компании главы региона. Лучших Алексей Русских отметил наградами. За одной из них вышла Фадания Хафизова, швея третьего разряда. С 1980 года женщина начинает утро за швейной машинкой. Мне очень нравится работать на фабрике. Я поэтому, наверное, работала 42 года. Шить нравится, разные ассортименты шьём, всё время новые. Лёгкая промышленность в новой реальности – глоток свежего воздуха. Год начался с отрицательных показателей. Его сравнивают с аналогичным периодом во время пандемии 2020-го. Ахиллесова пята – отрасль тяжёлая промышленность. Чтобы нивелировать давление, действует программа господдержки. Первое, с чего начало правительство, когда были введены санкции в отношении Российской Федерации, мы начали помогать нашим предприятиям по поиску сырья и оборудования, и аналогов, которые раньше поставлялись из Европейского Союза. Был запущен прямой контейнерный поезд из Китая в Ульяновск. Поезд на станцию «Ульяновск-3» прибывает из провинции Сычуань, города Чинду. Поставки регулярные 4-5 составов в месяц. После процедуры растаможки сырьё и комплектующие направляют на предприятие ПФО. Кроме того, развернута программа по финансированию лизинга. Это касается первого взноса на покупку оборудования. Антикризисные меры, государственная поддержка, которыми воспользовались предприятия, показали себя лучшим образом и сгладили негативные эффекты санкционного давления и дефицита для производства. Из резервного фонда правительства Российской Федерации Ульяновская область получила 37 миллионов рублей. Средства направлены на компенсацию затрат предприятий по уплате процентов по кредитам. Ещё одна поддержка родом из Турции. Соглашение о сотрудничестве в сфере международной торговли подписано с компанией CPS Pressform. Документ гарантирует регулярную поставку комплектующих. Также компания интересна нам с точки зрения поставки металлоконструкции на турецкий рынок, потому что они занимаются промышленным строительством на территории региона. И здесь мы тоже заинтересованы в коммуникации с нашими компаниями, производящих профессиональные металлоконструкции. Также заключено трёхстороннее соглашение между Торгово-промышленной палатой, Организацией деловая Россия и Союзом промышленников и предпринимателей. Сотрудничество поможет вывести отрасль на новый уровень. Еще одна хорошая новость. В Ульяновской области активно развивают промышленный туризм. Для школьников организованы экскурсии на предприятия. Начали работу этим летом. От вагона до перона покорилось сердца будущих специалистов. Уже на время осенних каникул запланировали новую экскурсию на цементный завод в Сенгилее. Александра Никитина, Данил Сурков, Управда ТВ.